МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сёня у Беларуси означается День энергетика. У городским посёлку Актябрьске сёня пачалу работу першая у районе анты-кафе. Хто самый талиновитый? У 19-й раз у Гомеля прайшёл творчый форум «Зимовая весёлка». И больше подрабязна об этом и не только. На сёняшнем посаджении Гомельского Абл-Канкама затверджан и проект прогноза социально-экономичного развития и проект бюджета региона на наступный год. Особливые спадевания связываются с полной загрузкой Мазырского нафтоперопроцовучего завода по величайям поставок продукции БМЗ и дейностью мяса молочной галины. Олег Синсеров протягнем. Прогнозные показчики по особенности той минимум, на які повинна выйти экономика региона в наступном годе. Прогнозы я разумеюсь, в 2017-й будет вельменья простым. Шмат будет залежать от внешних факторов, а лейномесах придется працавать больше напруженно, чем все улета. У наступном годе колькость основных показчиков, яке доводится до в области, крыху изнизится. Олег, это не значит, что для реализации задач спотребится меньшим наганью. Причем, як і все улета, головный показчик – валовый региональный продукт, по яким можно мерковать об агульной ситуации в экономице. УРП – это основной показатель, валовый региональный продукт, который должен обеспечить рост не менее чем 101,3%. Это создание новых рабочих мест за счет, в том числе, развития малого бизнеса, потому что в небольших районах нужно инициировать создание, в первую очередь, небольших предприятий за счет малого и среднего бизнеса. Это, конечно, безусловно, сокращение затрат для того, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках и развивать экспорт. Мы страна экспортоориентированная, есть и остаемся. Это основные направления, над которыми нам необходимо будет работать. Кончатковые вынники этого года будут подведены позднее, але уже зараз можно сказать, что большость показчиков в Гомельской области выканная. Причем, многое все это залежит от приватного сектора, який по некоторых позициях может быть прикладом и для державных предприемств. Той же экспорт товару тут на третий борт летошника. Горщ становящийся на Гомельщине. За экспортом послуг, в выннику скорочения поставок российской сыровины, могут носить одного из основных экспортеров предприемства «Транснафтопродукт», недозагруженный, как и Мазевского нафтоперепроцовчего завода. Поставки с нефтяным сырьем для МНПЗ. Безусловно, мы рассчитываем, что этот вопрос в самые ближайшие дни решится. Поэтому и область получит толчок, и мы сможем рассчитывать на более высокие результаты. Еще одна сфера, на которую в наступном году будет звернута больше пильная увага – мясомолочное предприемство. На российской рынке у раннейших объемах мают намер вернуться перепроцовщики с Рогачевой и Калинкевичем. Для того же становочие рынки повинны принести проведенная модернизация годины. В этом году построено и введено ряд новых молочно-товарных ферм. Поэтому мы рассчитываем, и здесь они будут поступательно наращивать объемы и выходить не только на традиционный рынок России, но и на рынки дальней дуги Азии и Ближнего Востока. Поэтому и здесь тоже. Ну и на все остальные предприятия нашего промышленного комплекса. Считаем, что должно уже выйти из сложной ситуации и на траекторию роста белорусский металлургический завод. Ну и весь наш промышленный комплекс тоже должен двигаться вперед, закрепляя то, что смогли достичь в этом году. Алексей Тюров, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель». Сегодня у Гомеля узнагородили спортсменов и тренеров в области, которые достигнули значных выников на 31-летних олимпийских и 15-х пар олимпийских гульнях у Рея-де-Жанейра. На этих споборностях спортсмены Гомельской области отримали четыре узнагороды. Это лепших показших сирот областей и города Минска. Сгодно с указом президента Белоруссии, в лику других представителей Украины, наши олимпийцы отримали державные узнагороды. Подчас ушановывания у Гомеля спортсменам и их тренерам уручили гоноровые грамоты областного выконавчего комитета и областного совета депутатов, а так само премии облвыконкама и представительства национального олимпийского комитета по Гомельской области. Олимпиада – это единственный старт, которому готовится спортсмен уже целенаправленно. И туда попасть мечтают каждый. И попасть в финал – это еще больше, а взять медаль, подняться на пьедесталь, чтобы поднимался флаг твоей страны. Это, конечно, очень здорово. Всегда хочется лучшего, но в связи с обстоятельствами, которые сложились в нашей команде, что мы были без тренера, без поддержки, можно так сказать, я считаю, что мы сделали по максимуму и очень рады. Ну, будем готовиться к Токио, посмотрим. Сегодня у Беларуси означается День энергетика. Это свято всех, кто связан со створением и обслугованием системы тепления и освятления. Главным вортовником энергобеспеки нашего региона з'является РУП Гомеля Нерга. Сегодня профессийное свято больше, как 8 тысяч его сотрудников. Гомельская ЦЭЦ-2 – одна из наибуйнейших теплоэлектроцентраля Украины. 24 годы в сутки, круглый год, без перепынков, у свято, ускладанное обсталявание под пильным контролем. На ЦЭЦ працуют больше 700 человек. От них залежит ни много ни мало энергобеспека областного центра. Зимой две трети Гомеля отрымливают тепло и светло минавито отсюль. Летом ЦЭЦ обслуговывая у весь город. Теплоэлектроцентраль зауседы лечилась одной из пердовых Украине. Тут постоянно працуются над тем, что ранее называлось рационализаторством, а сегодня инновациями. Многие новые увядения освоивают першими. Хоча из-за остальных пошали рыхтоваться до уводу Белорусской АЭС. В связи со строительством белорусской атомной электростанции изменяется структура энергопотребления в республике. В связи с этим на Гомельской АТС-2 был успешно реализован пилотный проект установки двух электродных водогрейных котлов суммарной мощностью 80 мегаватт, которые будут использоваться в ночное время при прохождении минимума электрических нагрузок. Мы первые сделали эти электрокотлы и опыт внедрения и эксплуатации этих электрокотлов будет уже использоваться другими электростанциями при внедрении аналогичного оборудования. Гомельская АТС-2 важная, але усяго только частка великого предприемства. Гомель Энерго – один из кладанных технологичных комплексов. Ее наключая электростанции, котельные, трансформаторные подстанции, электричные и тепловые сетки. Усилены десяти годями, працуют якосно и бесперобойно. Про это клопотится больше, как 8 тысяч человек. Профессийные святы они сустракают на праце. У этот день, как и у любых инших, энергобеспекта региона под надейной обороной. Я бы хотел поздравить весь коллектив, также пожелать успехов в дальнейшем, здоровья, чтобы мы все задачи, которые сложнейшие перед нами сегодня ставят и правительство, и наше руководство, всегда выполняли в срок и хорошо. Значение работы энергетиков тяжко переоценить. Их праце в прямом сенсии приносит у наши дамы тепло и светло. Настасья Кучинская, Евген Макеенко, телерадио Компания «Гомель». Сегодня у городским поселку Октябрьске начало работу первое в районе «Антыкафе». Его задача – створение умов для корыстного баулення часу и пропаганда здорового ладу життя. Сирот первых наведленников оказались и наши корреспонденты. Месяцом для размещения «Антыкафе» у Октябрьским обрали громадско-культурный центр. По-перше, он находится практически в центре города, а по-друге – побольше средняя школа. Такую назву установа отримала як антипод классичных кафе с наявностью спиртных напоев. Для практичной реализации идеи открытия «Антыкафе» у городским поселку провели субботник. Денежные средства, собранные с субботника, были направлены на приобретение оборудования в «Антыкафе» чайков в общественно-культурном центре и ремонт учреждения. З напоев у «Антыкафе» только горбата и кава. Зато и есть бесплатный интернет. И махшимость у спокойной обстановцы – обмерковать сябрами убаченный фильм «Це выники спортивных спавборненствов». А прошатаго для наведленников набыли музычные инструменты и разностаенные гульни на кшталт аэрохоккея. До речи, платить у «Антыкафе» необходимо только за «УВАХОД», причем достаточно символичную сумму. Остатнее по системе усьо включено. Головная задача новой установы – пропаганда здорового ладужица. Есть такая молодежь, которая тянется к плохому, а мы будем помогать той молодежи, которая стремится, наоборот, к светлому, к творчеству. Планируем ради них проводить интересные конкурсы, мастер-классы, то есть помогать им творить добро. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадио «Компания Гомель», городский поселок Октябрьский. Мы протягиваем знакомить вас с наибольшь цикавыми новогодними программами. Завтра пригожий святочный ранешник для детей отбудется у Гомельским городским центры культуры. Юных наведленников чекает займальный спектакль-мюзикл по шупачинным загаде по новогодним жаданям. Проставление по мотивах народной казки поставили педагоги и выхованцы школы мастерства у Новой Гуты. Премьера спектакля отбылась летость, однако юн так спадабався глядачам, что было принято решение выступить с ним и селета. Об тем, что чекает наведленников под час прогляду и какие еще новогодние постановки, рыхтуются артисты с Новой Гуты. Наш наступный репортаж. Новогодние спектакли Новогодской детской школы мастерства у Гомельского района – это заусюду яскравое видовое шоу. У репертуары самодейных артистов такие святочные постановки, як Маша и Мядведя, Снежная Королева, пригоды князя Гвидона, по шупачинам загаде по новогодним жаданне. Зараз они працуют над новым мюзиклом «Виртуальный Новый Год». Это интересная история про гумористичные пригоды головных компьютерных элементов у пожуках задерливого вируса Трояна. Как и, звычайно, в спектакле примают удел и наставники, и вучни. Я играла «Разбойницу» в сказке «Снежная Королева», я играла «Белку» в сказке про царя Гвидона, и сейчас я «Компьютерный вирус» в сказке «Виртуальный Новый Год». Сказки у нас очень веселые, и мы стараемся заводить зал. Люди очень, ну, им нравится, они радуются. Работа над новогодними спектаклями у педагогов и выхованцев школы мастерства у Новой Гуды, звычайно, начинается еще в вересне. С початку распроцовывают сценарии свята, затем начинаются репетиции, пошив костюмы и вытворчить декорации. Разиночка спектакля у хореографии. Усю танцевальную участку на себе бере узорный хореографичный коллектив «Карусель». Наша школа уже больше пяти лет занимается новогодними представлениями, именно музыкальными сказками. И дело в том, что наша задача педагогов – сотворить детям чудо. Дети верят в сказку, поэтому мы своими музыкальными такими мероприятиями создаем небольшое чудо. Детям нравится. Те сказки, которые мы ставим, они нравятся и детям, и родителям, и бабушке, и дедушке, все, кто приходит, остаются очень довольны. Бадая одно из лепших новогодних шоу педагогов и выхованцев новогодской детячей школы мастерства – спектакль-мюзикл по шупачинам загадзе по новогодним жаданям. Премьера спектакля отбылась еще летость, однако он так сподавался глядачам, что было принято решение выступить зим и селета. В минулом году святочную постановку оценили же горы разных населенных пунктов у Гомельского района. Завтра махчимость отримать не забыл, на уражении будет и у гомельчан. Представление по шупачинам загадзе по новогодним жаданям отбудется у концертной зале городского центра культуры. Артысты дадут одразу два выступления – уже 13 и 18 годин. Сам спектакль, но еще плюс развлекательная программа с различными костюмами, то есть тоже будут различные сюрпризы. Неожиданно будет появляться, откуда-то Дед Мороз, не просто так выходить. Мы будем удивляться, я надеюсь. Вероника Варашилина, Михаил Рабкоу, теле Радоя, компания «Гомель». Зимовая веселка заиграла новыми фарбами. У Гомеля прошел областный форум студентских талентов. У делу им приняли команды семи высшейших навучальных установ региона. За ходом яркого и ведовичного шоу назирала Ганна Каральчук. Областный форум талиновитых студентов проходит уже в 19 раз. Кожный университет представляет программу, злепших номеров первокурсника. Аналога у мероприемства Украины нема. Про его ведают и за межами региону, и навод за межами республики. За гэты годы фестиваль стал культурным брендом. И з'является одной из самых чаканных падзей года у студентским асяродзе. На суд журы команды представляют оригинальные творчые программы с танцевальных, вокальных и театрализованных номеров. На выступление адвозится 15 хвилин. У гэтым годзе в формате мероприемства з'явилися пэлные нововведення. И конкуренция помеж командами стала ясче большь вострой. В этом году мы все-таки решили прийти к тому, что это должно быть Гран-при. Будет главный победитель. Это и стимулирует команды более качественной подготовки. Это площадка, на которой мы можем увидеть эту талантливую молодежь, чтобы ее заметить и выполнить, наверное, одну из своих основных функций – это поиск и поддержка талантливой молодежи. Журы с 7 человек. Гэты вядомые творчые особы региона и керовники мостатских установ. Им треба вызначать самые креативные сценичные решения. Сярод головных критериев оценки – раскрытие сюжетной линии, умения у дзельника упэлненно триматься на сцене и узровень них выканальницкого майстерства. Я участвую в инструментальном номере, также танцую и пою вокальный номер. Это помогает проявить себя, показать свою личность. Мы веселые ребята. Кожную команду склали самые талиновитые представники у всех ВНУ. Тому без Узнагарот никто не застался. У танца хлебший признана команда Мазырского педагогического университета. Самая музычная – студенты ГТТУ имя Сухого. Самую оригинальную программу представил ГТУ имя Франциска Скарыны. Усе призы у индивидуальных номинациях забрали будущие медики. Гран-при отримала команда Белдута, якая представила программу Украине ЦУДАВ. Мы всегда придем на помощь в трудную минуту. Может, в трудный час? Нет, час это много. В трудную минуту. Наступный год для фестивалю – юбилейный. Организаторы плануют запросить до Узделу и российский ВНУ, как зимовая веселка стала международной. Ганна Корольчук, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочем с разведцем падзею Гомеля и в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин